Приветствую вас. В самом по себе дневнике ничего плохого нет. Но важно не заменять, не заменять сериальное общение и решение каких-то проблем определенных, разговором и взаимодействием с дневником. Ни в коем случае нельзя заменять одно другим. То есть, если вы используете дневник для, например, того, чтобы просто, ну допустим, выразить какие-то свои проблемы, да, просто свои эмоции, какие-то высказать и так далее, что это нормально. Бывает такое, что какие-то мысли хочется озвучить, да, какие-то мысли хочется выразить, может быть, просто что-то написать. Многие люди пишут дневник, но еще раз повторюсь, что ни в коем случае нельзя заменять это реальным общением. Вот. И, наверное, только в том случае, если вот этого не будет, то в таком случае я полагаю, что все будет нормально. Вот. То есть, только в этом случае можно говорить о том, что все хорошо. Только в том случае, если вы не будете использовать это для решения своих проблем. Только если вы не будете, например, убегать от решения проблем, то да, в дневник. В этом случае я полагаю, можно и иногда даже нужно его использовать, потому что, ну, бывают разные ситуации. И бывает, что по-другому просто никак. Вот. Так что ничего страшного нет. Все раз повторю, если вы пришли к идее дневника через наличие у вас каких-либо проблем, вот, то я вам категорически не рекомендую им пользоваться. В таком случае. то есть, а решать, значит, проблемы, которые у вас есть. И тогда уже смотреть, захочется ли вам посвящать свои мысли тому же дневнику, например. Или нет. Вот. Дальше. Вы пишите, бро, значит, что через него разговаривать с собакой. Говорить, что происходит в жизни. Если честно, я не очень понял, что значит говорить с собакой через дневник. То есть, э-э-э-э-э. Не очень, не очень понятно, что вы имеете в виду. Что вы имеете в виду. Я вот увидел, что вы в разделе эзотерику задавали тот же вопрос про собаку, вы имеете ввиду, что как бы установить контакт психологически с собакой, но это скорее не к психологам, это скорее к эзотерикам. Вот, то, что касается жизни, я уже сказал, для лучшего понимания своих проблем, можно использовать дневник, но ни в коем случае не для их решения, то есть решать проблемы нужно всё-таки по-другому. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные вы можете задать мне их пличку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok